Инженерный институт Казанского федерального университета Ваши вопросы с большим удовольствием ответят Заместитель директора по образовательной деятельности Ильдар Хафизов И заместитель директора по воспитательной и социальной работе Кирилл Коваленко Но для начала я предлагаю нашим гостям такое краткое вводное слово об инженерном институте Что из себя представляет данное подразделение в 2021 году Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые гости, уважаемые родители Всем, кто интересуется инженерным образованием, кто знаком или не знаком с инженерным институтом Хотели бы сегодня раскрыть коротко про наше структурное подразделение Оно относительно молодое в структуре Казанского федерального университета Основным научным девизом нашего института является роботизированная аддитивная технология в биомедицине И казалось бы, вот в этой фразе охватывает то, что мы занимаемся робототехникой Робототехника, она может быть как андроидная, человекоподобная, так и промышленная Если говорить про аддитивные технологии, то это тоже является в тренде на сегодняшний день Когда вы все знаете, что есть 3D принтеры, 3D печать Что можно использовать в любой отрасли, напечатать все, что угодно Если говорить про биомедицину, то также на сегодняшний день актуальным становится Качество жизни, качество здоровья человека И вот биомедицина рассматривает с позиции то, как можно улучшить жизнь человека Таким вот образом в инженерном институте функционируют кафедры, которые ведут подготовку По направлению управления качеством, управление качеством и с профилем робототехника Управление производственной respectable системами Кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями Где ведется подготовка магистратуры по направлению биотехнической системы технологии И кафедры технической физики, связанная с подготовкой в области технической физики И на этой кафедре научным направлением является низкотемпературная плазма и все виды традиционной и нетрадиционной энергетики. Инженерный институт призван решать и притворять в жизнь те инженерные идеи, те инженерные мысли и притворять в железе уже в данном случае. Ну давайте начнем, наверное, с того вопроса, который волнует большинство абитуриентов. Это бюджетные места. Сколько их и где они? Ежегодно в России, в Российской Федерации идет увеличение бюджетных мест в области инженерных наук, в области инженерии. И на сегодняшний день, также в 2021 году, произошло увеличение бюджетных мест. И для бакалавриата озвучу, на направлении техническая физика это 25 бюджетных мест. На направлении управления качеством 20 бюджетных мест. На направлении, связанное с профилем робототехники, 22 бюджетных места. Если говорить про магистратуру, то также у нас реализуется 6 магистрских программ. И также в группе минимум 13 бюджетных мест по каждому направлению. Более подробная информация также размещена на сайте приемной комиссии, приемной компании Казанского федерального университета, где расписаны направления, количество бюджетных мест, количество целевых мест и проходные баллы, если у абитуриентов возникают вопросы, связанные с поступлением на бюджет. Ежегодно картина, она меняется. В Казанском федеральном университете мы наблюдаем рост среднего балла ЕГЭ, соответственно и растет минимальный проходной балл. И если на вскидку можно сказать, то 228 баллов был проходной балл на направлении управления качеством. Также по другим направлениям, другим специальностям на сайте обозначены минимальные проходные баллы, средние проходные баллы ЕГЭ. А какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить к вам? К тому же в этом году немножко процесс вступительных испытаний претерпел изменения, там часть экзаменов стала по выбору. Вот может быть на этот вопрос? Совершенно верно. У нас при поступлении на бакалавриат традиционно ребята, абитуриенты, школьники выбирали русский язык, математику и физику. Но практика показывала и показывает, что физика сложный в освоении, школьный предмет. И в данном случае в этом году мы также для поступления к нам на наш бакалавриат определили также информатику и ИКТ. То есть это также распространенная дисциплина школьная, которой ребята на сегодняшний день все высоко образованы в сфере мобильности, программных продуктов и как бы выбирают информатику. И поэтому при поступлении, также если есть высокие баллы по информатике и ИКТ, они будут засчитываться при поступлении в ряды инженерного института. Позвольте процитировать такой длинный вопрос у нас есть. Хочу поступать в инженерный институт. Нужно ли привозить портфолио? Был призером и лауреатом всероссийских конкурсов? Дают ли за это дополнительные баллы? Действительно, ряд абитуриентов, а также студентов у нас очень творческие люди. Более подробно мы расскажем, чем они занимаются помимо образовательной деятельности. И в этом году также ребята при поступлении, я думаю, в этом году эта практика продолжит свое действие, при подаче документов прикладывали все свои достижения. Это достижения и в спорте, достижения и в культурно-творческой, массовой, общественной деятельности. И также мы эти достижения учитываем. Хочу здесь отметить, что школьников, абитуриентов мы приглашаем на две олимпиады. Первая – это олимпиада юные изобретатели и рационализаторы Республики Татарстан. Это совместно с обществом изобретателей Республики Татарстан проходит, с Министерством образования и науки Республики Татарстан проходит олимпиада. И также в университете проходит ежегодно традиционно международная уже конференция для обучающихся имени Николая Ивановича Лобачевского. В данной конференции мы являемся организаторами и организуем две секции. Это инженерная, также связанная с робототехникой. И, естественно, ребята, которые участвуют в этих олимпиадах, конференциях, получают призовые места, то это является также плюсом к тем баллам, которые они получают за результаты ЕГЭ. И следует отметить также, что ребята, которые оканчивают школу с отличием, дополнительные баллы получают. И действительно, при поступлении в Казанский федеральный университет, при поступлении в инженерный институт, казалось бы, вот один-два балла играют решающую роль при поступлении на бюджет. Проговорили про бюджет. А что касается контрактников, изменится ли в этом году стоимость обучения? По поводу контрактного обучения. Здесь хочу сказать, что в инженерном институте не так много контрактников, то есть практически у нас все группы бюджетные, но в каждой бюджетной группе есть несколько ребят, которые поступают на контрактную форму обучения. В основном это ребята из дальнего зарубежья. Как пример приведу, что у нас обучаются ребята из Кубы, из Йемена, Алжира, Египта. И также из наших стран СНГ. Контингент есть ребят, которые из Узбекистана, Казахстана обучаются. По стоимости оплаты хочу сказать, что относительно таких специальностей в среднем она невысокая, то есть является конкурентной такой способной стоимостью по обучению. И те, кто поступают на контракт, то есть также проходят вот этот конкурсный отбор, и соответственно необходима тоже вот такая подготовка школьная для поступления на контракт. По изменению стоимости, увеличения или уменьшения, это все-таки относится в рамках законодательных требований Казанскому федеральному университету. И если есть со стороны государства, то здесь все учитывается. Вот по прошлому году могу сказать, что да, если у кого-то были сложности, то здесь также ребятам предлагался образовательный кредит со стороны Сбербанка с очень минимальной процентной ставкой. Также у наших ребят-студентов есть возможность отсрочки, разделения стоимости оплаты. И постараемся, конечно, учитывать все финансовые возможности, а также сложности в семьях, где ребята обучаются на контрактной форме обучения. Как пример могу привести, что ежегодно освобождаются бюджетные места, одно-два, связанное с тем, что человек переходит в другой университет или по каким-то причинам покидает стены университета. И у нас сложилась практика, когда студентов с контрактной формой обучения мы рекомендуем переводы на бюджет. То есть это для чего необходимо? То есть с нашей стороны мы видим, что это стимулирует ребят заниматься, то есть не обязательно учиться на тройке, двойке, а видя, что если при успешной закрытии и успешной сдаче не менее двух сессий на пятерке-четверке, ребята имеют право и имеют возможность, и такие примеры есть, когда они переходят с контракта на бюджет. И тем самым повышается успеваемость среди наших студентов. Вот проговорили немножко про поступление, а теперь давайте поговорим о такой практической части. Есть ли практика в институте, где ее проходят студенты, и, собственно, где потом работают выпускники? Может быть, это все одни и те же компании? На сегодняшний день действительно по каждой специальности, которой ведется обучение, имеется практическая подготовка, потому что мы знаем, что выпускник, специалист должен обладать компетенциями, и он эти компетенции нарабатывает, в том числе и при прохождении практики. Если взять направление подготовки управления качеством, то есть задают вопрос, а где ребята работают, а где проходят практику, здесь следует отметить, что когда мы говорим о качестве, то это качество продукции, качество услуги, качество процесса, то в данном случае я всегда говорю, что здесь выпускники становятся экспертами, становятся оценщиками, когда им необходимо оценить качество, дать оценку, провести экспертную, независимую такую экспертизу. Напрямую у нас есть договор о прохождении долгосрочной практики с Татарстанским центром стандартизации сертификации и метрологии по Республике Татарстан. Это является региональным органом Федерального агентства по техническому регулированию. Также у нас есть связи с промышленными предприятиями, где ребята проходят практику в отделах контроля качества, в отделах технического контроля, в органах по сертификации, в отделах по метрологии и измерениям. Если сказать про техническую физику, то здесь ребята проходят практику на промышленных предприятиях. И последний пример, когда мы направили ребят на завод имени Горького в Зеленодольске, здесь находится рядом с Казанью. Позис также в Зеленодольске находится. Если про казанские предприятия, то все промышленные предприятия, авиапромышленности, медицинские отрасли, также привлекают наших студентов для прохождения практики. Если говорить про ребят, которые занимаются робототехникой, то здесь мы видим, что у абитуриентов очень большой интерес к так называемой андроидной, человекоподобной робототехнике. То есть мы сталкиваемся с тем, что у нас дома робот-пылесос, устройство «Умный дом», автомобили «Автозапуск». То есть это ребята, которые занимаются и промышленной робототехникой, и человекоподобной робототехникой. И видим, что большой интерес растет у школьников, у такого дошкольного возраста, связанная с детской робототехникой. Когда дети управляют квадрокоптерами, роботами, машинками, здесь также видим большой рост влияния, интереса, и таким вот образом ребята проходят практику. Если же сказать про магистратуру, то у нас реализуется магистрская программа «Медицинская клиническая техника» совместно с Чеховским техническим университетом в Праге. И здесь следует отметить, что в университете есть медицинская санитарная часть, есть своя поликлиника, есть своя больница, есть свой медицинский центр, где располагается высокоточное оборудование медицинское. И мы с вами знаем, что любое оборудование, любое устройство, оно имеет свойство выходить из строя, ломаться, и, соответственно, здесь наши ребята практикуются на ремонте, сервисе, восстановлении этой медицинской техники. Ребята, которые обучаются по направлению инноватика и интеллектуальная собственность, занимаются в области патентоведения и авторского права. Знаем, что на сегодняшний день мало того, что дать какую-то гениальную идею, мысль, ее необходимо закрепить и закрепить в виде патента. У нас Республиканский совет общества изобретателей, Федеральный институт патентоведения, и, соответственно, ребята в качестве практических заданий, в качестве научной работы изучают вопросы закрепления авторского права. Давайте все-таки немножко еще поговорим о творчестве, хоть инженерный институт, он и технический, но, если я не ошибаюсь, у вас есть такая кричалка, инженерный самый первый, так вот, что с творчеством в институте? Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. С творчеством в институте могу сказать, сначала начнем с побед, которые у нас были за последние годы. Традиционно в Казанском федеральном университете проводится день первокурсника, студенческая весна, это если мы говорим о больших мероприятиях. По итогам прошлых годов, три года подряд у нас на студенческой весне мы занимаем уже, был один раз первое место, далее три подряд гран-при. Также день первокурсника, также два раза было подряд гран-при. Творчество у нас на высоком уровне, много творческих коллективов, и театр теней, и не онлайт, которые наши студенты робототехники сами создали этот коллектив, и на базе института паяют все вот эти вот, так сказать, световые диоды, и из этого получился вот такой вот коллектив. Да, тавтологи уж извиняюсь. Вот, также, может, про спорт тоже рассказать? Да, на самом деле, потому что творчество и спорт, они неразрывно связаны. Да, творчество у нас на высоком уровне, также мы вот сейчас хотим обильно поднимать спортивную деятельность. Вот как раз в последний год мы сейчас начинаем создавать свою уже футбольную команду. У нас есть своя команда девочек по волейболу, которые тоже входят в сборную КФУ, выезжают на всероссийские международные мероприятия, также привозят большие места для университета и также для себя лично. Вот. А есть у нас еще такой вопрос, где будут жить первокурсники после того, как они поступили, иногородние? Иногородние первокурсники, независимо, это бюджетники или контрактники, они все стопроцентно живут в деревне универсиады. Вот. Деревня универсиады, это как такое отдельное общежитие, состоит из 20 домов, 21 даже дома. Вот. Нам там выделяется дом, где первокурсники живут. Вот. Оплата за проживание значительно небольшая, если сделать такой краткий анализ и по шорт-стрит в интернете посмотреть, то благодаря поддержке Шатровкатовича и первичной профсоюзной организации у нас значительно малая стоимость обучения за общежитие, поэтому это является таким большим критерием тоже для поступления к нам. Угу. Вот проговорили про поступление, проговорили про культурно-массовую деятельность. Давайте перейдем немножко к иностранным студентам. Что касается их приема, какие их будут ждать вступительные испытания, потому что иностранцы у нас все-таки ЕГЭ не сдают, если вот они собираются поступать. По поступлению иностранных студентов, иностранных абитуриентов, здесь мы сталкиваемся с тем, что если русскоговорящие абитуриенты спокойно, без проблем, для дальнего зарубежья мы рекомендуем подготовительный факультет в Казанском федеральном университете, где они в течение года изучают русский язык, и в дальнейшем они к нам поступают. При поступлении, да, сдают вступительные испытания. Дистанционно было в этом году, в рамках того, что они в системе прокторинга на видеокамеру с удостоверением личности, после регистрации, выполняют те задания, которые мы готовим в качестве вступительных испытаний. Если сравнивать, что бакалавр при поступлении сдает русский, математику, физику, то есть среди дисциплины, то для иностранцев идет подготовка и сдача русский язык и математика, допустим. То есть в том, чтобы была первоначальная такая база. Сложностей для поступления иностранных абитуриентов никаких нет, так как в университете это настолько вот все стало систематизировано, прозрачно, вся процедура разъясняется. Когда вот мы проводим дни открытых дверей, действительно поступают такие запросы, и также сталкиваемся с тем, что подготовительные факультеты, они есть практически в каждом городе, в каждом регионе. И как пример могу привести, что ребята поступали, обучались на подготовительном факультете в Москве, а в течение года, проживая в Москве, изучая Российскую Федерацию, выбрали уже для обучения Казанский федеральный университет. То есть это складывалось, может быть, из их общего восприятия качества, стоимости проживания в Казани, сравнивая со столицей. Потом мы знаем, что Казань является вот таким студенческим мировым городом, то есть у нас очень много национальных студентов, национальности, то есть когда задают вопрос, а как также такое огромное количество, и когда мы говорим, что в группе обучается представитель такой национальности, такого государства, такого, все как бы видят, что это все дружно, мирно идет процедура обучения. Также для иностранных студентов мы пытаемся проводить вот такую разъяснительную работу в Республике Узбекистан, в Республике Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, так как видим, что растет интерес к инженерному образованию, мы видим, что во всем мире уделяют внимание и качеству подготовки инженеров, и да, идет рост количества иностранных студентов. На сегодняшний день у нас 22% обучающихся инженерного института – это иностранцы. А что касается выпускников СУЗов, ну то есть техникумов, колледжей, которые планируют к вам поступать, они же тоже не сдают ЕГЭ, какие вступительные испытания предусмотрены для них? В университете есть внутренние вступительные испытания, когда ребята также приходят в университет или дистанционно сдают русский, математику, информатику, физику. Давайте еще затронем такую тему, как Дни открытых дверей, будут ли они в ближайшем будущем в офлайн, либо, может быть, онлайн формате? Действительно, вот в последнее время мы стараемся увеличивать уже количество офлайн мероприятий, когда одно дело увидеть через камеру, через экран, другое дело, когда воочию увидеть то оборудование, то оснащение инженерного института, последнее мы 22-23 декабря проводили такой день открытых дверей, и сейчас планируем день открытых дверей в феврале. Приурочиваем это все к Дню науки, к завершению каникул, начало обучения студентов, и вот в начале февраля будет офлайн мероприятие. Если у родителей, абитуриентов, представителей школ, есть желание не прийти в другой день или прийти отдельной делегацией, мы открыты к сотрудничеству. Практически каждый месяц приходят к нам из школ города Казани, приезжают из регионов ближайших соседних республик, и мы действительно проводим по всем лабораториям инженерного корпуса, по всем лабораториям демонстрируем те возможности, способности, и ребята, когда уже своими руками потрогали, когда своими глазами увидели, то действительно интерес возрастает, когда мы воочию видим все оснащение Казанского федерального университета. Ближайшее мероприятие планируется в феврале. Большое спасибо за столь подробные ответы. Я напоминаю, что у нас в эфире был Инсталайф для абитуриентов. На связи с нами был Инженерный институт. Оставайтесь с нами, смотрите остальные Инсталайфы. Впереди еще много всего-всего интересного. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok